Что ж, это был невероятный год. Я считаю команду SpaceX лучшей командой космической компании, которая когда-либо собиралась на Земле. И достижения прошлого года демонстрируют это. В какой-то степени это умопомрачительно. То, чего вы достигли за последний год, это просто невероятно. Однажды мы действительно захватим Марс. Давайте пройдёмся по всему, чего добилась SpaceX. Что вы сделали. Кстати, это займёт какое-то время, быстро не получится. Итак, прежде всего Falcon. Мы осуществили наибольшее количество запусков ракет за один год за всю историю. Следующим по результативности был Советский «Союз», который сделал чуть больше 60 запусков за год, а мы сделали 96. Ни одно семейство ракет орбитального класса не запускалось более 63 раз за год. Рекорд был у «Союза». А мы сделали на 50% больше запусков. Falcon Heavy также превзошёл рекорд среди тяжёлых ракет-носителей, принадлежащей «Сатурну-5». С пятью запусками в прошлом году мы превзошли рекорд «Сатурна-5». Это довольно невероятно для Falcon Heavy. Посмотрите в картинках, насколько это было невероятно. Вы знаете, бывало, я публиковал фотки и думал, это запуск, который недавно был, или тот, который прямо сейчас происходит. Потому что у нас даже было три запуска, которые произошли в течение нескольких дней. А тут все запуски на одной странице. Это... Это действительно невероятно. Все добрались до орбиты, все приземлились. Это заслуга команды Falcon, это было потрясающе. Две третьих миссии были для Starlink, а треть для других заказчиков. Для NASA, для других спутников связи. Это результат запуска в Starlink плюс множество других миссий. Даже если брать только запуски для заказчиков, их больше, чем у любой другой ракеты в прошлом году, с большим отрывом. Мы запустили «Сайки» от NASA, «Евклит» от ETA, «Космоплан» X-37B, совершили много транспортных миссий. Мы запустили миссии для «Ванвэп», «Виасад», и у нас даже есть контракт на запуск спутников «Кайпер» от Amazon. Мы относимся ко всем справедливо. Плюс мы смогли совершить 19 полетов на одном бустере Falcon 9, что по-настоящему поражает. За три с половиной года. Этот аппарат вывел на орбиту 860 спутников, доставив туда 260 тонн груза. Это просто вау. И таких вау будет много. Стоит вспомнить, как мы впервые вернули бустер. Это было 8 лет назад, в декабре. Примерно 8 лет назад. С тех пор мы сажали ступень 260 раз. 260 посадок — это просто вау. Многие говорили, что это невозможно. А потом было много людей, которые говорили, что даже если это и можно сделать, то это глупая затея, мол, это не окупится, это бессмысленно. Но мы показали, что на самом деле это абсолютно правильная идея. Многоразовость — это ключ к большому будущему в космосе. Она необходима. Нам нужны многоразовые ракеты, точно так же, как многоразовые автомобили, самолеты, велосипеды, лошади. Очевидно, многоразовость необходима. И фундаментальное изобретение, которое необходимо для того, чтобы человечество стало мультипланетным видом, это полноценная и быстро... В общем, надежные многоразовые ракеты, которые можно быстро готовить к новым полетам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что ж. Да. Невероятно, сколько всего произошло за 8 лет. Интересно, что будет еще через 8 лет? Надеюсь, думаю, мы уже высадимся на Марс и уже высадим людей на Луну. И, возможно, если нам повезет, в течение 8 лет мы отправим людей на Марс. Вы знаете, ключевой вопрос, о котором я думаю в контексте цивилизации, ключевое испытание, стоящее перед нами, это пройдем ли мы через великий фильтр. Перейдем ли от однопланетной цивилизации к мультипланетной. Если мы станем мультипланетной цивилизацией, мы сможем отправиться в другие звездные системы и обнаружить там множество давно умерших однопланетных цивилизаций. Не стоит нам становиться одной из них. Это отстой. Зачем быть одной из отстойных однопланетных цивилизаций? Но я считаю, что мы всегда должны помнить, что цивилизация хрупкая, и мы не всегда будем плавно идти вперед. Я много читаю об истории, и если вы посмотрите на историю, то увидите, что цивилизации непостоянны. Многие цивилизации росли и падали на протяжении веков и тысячелетий. В конце концов, Солнце расширится, вскопитит океан и уничтожит все живое на Земле. Конечно, это случится через несколько сотен миллионов лет, но это всего лишь 10 или 20% от существования самой Земли. Земле 4,5 миллиарда лет, и если бы развитие жизни началось на 10-20% позже, разумных существ не существовало бы. Нам потребовалось много времени, чтобы добраться до этой точки. Это и есть ключевое испытание. Станем ли мы самоподдерживающейся мультипланетной цивилизацией, пока цивилизация еще существует, или нет? В этом главный вопрос. Я думаю, у нас хорошие шансы, но это не точно. Вот почему время имеет значение. Нам нужно сделать Марс самообеспечивающимся как можно скорее. Это не просто вопрос доставки людей на Марс, это доставка достаточного количества груза и оборудования на Марс, чтобы сделать его самодостаточным. Ключевой тест такой, если корабли с Земли перестанут прилетать по какой-либо причине, Марс вымрет или продолжит существовать? Вот фундаментальный порог для прохождения парадокса Ферми. То есть великого фильтра. Парадокс Ферми – где инопланетяне? Если разумная жизнь – распространенное явление, разве мы не должны видеть множество тому доказательств? Меня часто спрашивают об инопланетянах, кстати говоря. Я обычно говорю, что я один из них. Хотя, если верить АНБ, я и правда был пришельцем. У меня буквально была регистрационная карточка пришельца. Типа, ну ладно. Но правда в том, что я на самом деле не видел никаких доказательств существования инопланетян. И это может быть немного более тревожно, чем если бы я их видел. А я бы сказал, могу гарантировать, что я бы об этом мгновенно написал бы. Типа, ребята, это они. Это точно космический корабль. Но я ничего не видел. Так что, скорее всего, мы лишь крошечный светоч сознания в огромной пустоте, в бесконечной тьме. Наша цивилизация на самом деле просто очень маленькая свеча во тьме. И мы просто должны сделать все возможное, чтобы эта свеча не погасла. В целом, думаю, у нас получится. Но мы должны двигаться быстро, на всякий случай. В любой момент может что-то... Кажется, Стивен Хокинг сказал, что по его грубым прикидкам в каждом столетии есть один процент вероятности, что наша цивилизация прекратит существование. Я думаю, что вероятность может быть и выше, так что нам стоит ускориться. Ну что, вернемся обратно к реальности, к Falcon 9. Это все запуски, которые мы провели. Как видите, темп запусков с течением времени быстро увеличивается. Люди в интернете собрали видео, показывающее каждый запуск, и темп становится бешеным по мере приближения к 2023 году. Мы совершили 19 полетов с одним и тем же бустером, и сейчас квалифицируем Falcon 9 на совершение 40 полетов. Наша цель на этот год – постараться совершить 150 запусков. Не будем забывать о восстановлении обтекателя. На самом деле многие люди не понимают, что обтекатели мы тоже повторно используем. На самом деле обтекатели довольно трудно ловить, это потребовало огромных усилий. Но теперь мы довольно регулярно возвращаем обтекатели, и уже 300 раз использовали их повторно. Поздравляю команду по поимке обтекателей. Это было чертовски трудно. И, конечно же, мы, по сути, управляем небольшим флотом. Думаю, не все об этом знают, но у нас есть беспилотные корабли и корабли поддержки различных типов. У нас есть небольшой флот кораблей, и мы эффективно им управляем. Плюс не все осознают размеры платформ, а понять его можно в сравнении с человеком, который по нему ходит. Она не маленькая. Выглядит круто. Правда, тут какая-то эстетика Дарта Вейдера, но мне нравится. Мы также добились значительных успехов в подготовке пускового стола к запуску. Мы вышли на скорость в три дня и стремимся к тому, чтобы к концу этого года подготовка площадки занимала менее 24 часов. С точки зрения скорости запусков, прошло 15 лет с момента первого полета Falcon 1. Точнее, четвертого полета Falcon 1 и первого выхода на орбиту. Прошло 15 лет с тех пор, как мы хоть что-то вывели на орбиту. Да, теперь мы планируем совершить около 150 запусков за год. Плюс это уже большие ракеты. Falcon 1 была маленькой ракетой. Я когда сейчас вижу Falcon 1, то думаю, да я ее подмышку могу взять и просто домой принести. Запустить ее у себя на заднем дворе. Она выглядит мило. Но в то время Falcon 1 казался чрезвычайно сложной ракетой. Нам потребовалось четыре полета, чтобы достичь орбиты. В то время он казался большим, а сейчас он выглядит просто очаровательно. Вообще, наиболее важный показатель, который по-настоящему описывает масштабы того, что SpaceX достигла в 2023, это масса, доставленная на орбиту. Посмотрите на изменения этого показателя от года к году. В 2021 году мы немного отставали от совместных мировых показателей. В 2022 мы доставили в два раза больше нагрузки, чем все остальные. А в прошлом году мы доставили 80% всех грузов на орбиту. Под всеми остальными я подразумеваю всю индустрию в США, Европу, Индию, Китай, Японию, все. Не так уж и много отраслей, где компания отвечает за 80% результата. И что поразительно, в этом году этот показатель должен вырасти на 50%. Полагаю, мы будем отвечать за доставку 90% массы на орбиту, не считая Starship. Еще мы будем запускать Starship, который за один полет может доставить на орбиту около 100 тонн. Плюс для Starship существует возможность доставлять более 200 тонн на орбиту, сохранив полную многоразовость. Еще раз, 200 тонн на орбиту при полной многоразовости ракеты. В прошлом году мы доставили невероятные 1200 тонн на орбиту. Это просто поразительно, действительно заслуживает аплодисментов. Ума помрачительно. И темпы роста просто поразительны. Эти цифры в будущем будут выглядеть очень маленькими. Для того, чтобы построить город на Марсе, нам нужно выйти на показатель в миллион тонн. Может и больше. В идеале больше. По сути, нужно выйти на определенный порядок величины. Мы не стремимся к точному показателю, просто к определенному порядку величины. Примерно миллион тонн, выведенных на орбиту Земли. Это позволит доставлять около 200 тысяч тонн нагрузки на поверхность Марса, то есть примерно 20% массы с орбиты Земли можно будет доставить на Марс. Нам нужно примерно не менее миллиона тонн полезного груза на Марсе, чтобы он сам себя обеспечивал. Порог самообеспечения на самом деле очень трудно перейти. Потому что если там не хватает даже крошечного элемента, Марс вымрет. Там нужно иметь возможность не просто создавать, например, компьютерные чипы, но и строить заводы по производству компьютерных чипов. Нельзя просто построить такие заводы. Когда-нибудь завод встанет, и тогда у вас не будет чипов. И все. Это похоже на долгое морское путешествие, в котором не хватает витамина С. Да, вы какое-то время поплаваете, но потом у вас выпадут зубы, и вы умрете. Такие раньше проблемы были. В общем, это довольно высокий порог. Марс – это планета на стадии котлована, над ней нужно поработать. Там нельзя просто бегать по земле, ловить рыбу, сажать что-нибудь. На Марсе Земля вас не прокормит. Нужно будет вложить большое количество усилий. Итак, Dragon. У нас большой прогресс с кораблем Dragon и невероятный послужной список. К прошлому году время пребывания кораблей Dragon на орбите превысило результат шаттлов. По состоянию на прошлый год общее время пребывания на орбите составило 1300 с лишним дней. Это просто умопомрачительно, что Dragon провел больше дней на орбите, чем все шаттлы. Круто. Плюс, Dragon больше раз был на МКС, чем шаттл. Это огромное достижение команды Dragon. Поаплодируем. Как я уже говорил, 2023 год действительно был невероятный. Возможно, лучший в истории компании. Но это был лучший год в истории компании. Нам еще многое нужно обсудить. Я не из тех, кто раздает незаслуженную похвалу, но то, чего вы достигли, это по-настоящему умопомрачительно. Во всех миссиях в прошлом году Dragon использовались повторно. Все эти корабли уже летали раньше. В этом году мы собираемся совершить 7 или 8 миссий с Dragon. Это фантастический успех команды Dragon. Тут звука нет. В космосе нет звуков. Скафандр прекрасно выглядит внутри Dragon. Мы уже отправили 42 человека на орбиту. Космос — это относительно просто, а вот орбита — сложно. На сегодняшний день мы отправили 42 человека на орбиту и обратно. Хочу сказать... Если я о чем-то и мечтаю, так это чтобы мы их всех возвращали в целости и сохранности. У меня спрашивают, о чем ты мечтаешь? Я говорю, только чтобы мы возвращали астронавтов в целости и сохранности. Если бы у меня было одно желание, это было бы оно. Мы также завершили строительство второго рукава доступа экипажа во Флориде. Теперь у нас есть две стартовые площадки, способные отправлять астронавтов на орбиту. Это позволит нам совершать миссии из площадки 40 и из площадки 39A. В этом году мы совершили первый выход в открытый космос. Нам нужно перепроектировать скафандр так, чтобы в нем можно было двигаться, а не просто существовать. Потому что если просто надуть скафандр, астронавт будет похож на воздушный шарик на вечеринке. Довольно сложно обеспечить мобильность в надутом скафандре и сохранить мобильность суставов. Мы эвакуируем весь космический корабль, так что все, даже те, кто не будут выходить в открытый космос, все равно будут находиться в вакууме. Очевидно, очень важно, чтобы все работало... Ну, если в скафандре будет маленькая дырочка, они полетают. Конечно, мы проведем множество испытаний. Это будет еще одним важным этапом, сделать скафандр, в котором можно находиться в открытом космосе, без ничего, просто быть там. Трудно осознать концепцию вакуума, технически там не пустота, есть небольшое количество частиц на кубический метр, но это чертовски близко к пустоте. Если потерять слишком много воздуха, слишком много кислорода, ему просто неоткуда взяться. Например, самолет даже на большой высоте может поднять давление насосов и впустить больше кислорода, потому что он в атмосфере. Если в Dragon произойдет утечка кислорода, и она будет значительна, кислород взять негде, ты просто умрешь. Требования здесь невероятно высокие. Все должно работать абсолютно идеально. Очевидно, наша эволюция не предполагала жизни в космосе. Так что тут есть трудности. Но это просто еще одна большая веха — выход в открытый космос. И возвращение назад. И да, нам нужен скафандр, в котором можно ходить, чтобы иметь возможность ходить по Луне, ходить по Марсу. Нам нужен скафандр, обеспечивающий мобильность, и при этом чтобы он стоил не очень дорого. В нем должно быть комфортно ходить, это очень важно. Это то, что нужно разрабатывать и в конечном счете производить в больших количествах. Потому что если мы отправим, скажем, миллион человек на Марс, нам нужно миллион скафандров. Для Марса понадобится много скафандров, нам придется производить их массово. В этой миссии мы также собираемся запустить Старлинк. Поговорим о Старлинке. Это целая отдельная компания. По сути, мы воссоздаем интернет в космосе. Довольно круто. И я хочу подчеркнуть, мы дополняем наземный интернет. Иногда люди думают, что Старлинк захватит и уничтожит весь наземный интернет. Это совсем не так. Что он сделает, так это предоставит доступ к интернету людям, у которых либо его вообще нет, либо он очень дорогой, либо очень плохой. Это инструмент для предоставления возможности учиться людям в удаленных местах Земли. В принципе, сейчас в интернете можно бесплатно научиться почти чему угодно. Например, все уроки MIT выложены на YouTube. Вы можете изучить практически все, если у вас есть подключение к интернету. Но если у вас нет подключения к интернету, вы ограничены книгами, видимо, если они у вас есть. По сути, Старлинк — это прорыв в улучшении качества жизни людей во всем мире. Он может стать самым... Со временем он может стать самой важной технологией, поднимающей уровень жизни людей по всему миру. Старлинк, безусловно, кандидат на роль технологии, которая потенциально наиболее сильно повлияет на качество жизни людей во всем мире. Это действительно повод для гордости. Мы вводим в эксплуатацию мини-спутники второй версии. Это следующее поколение спутников, которое мы добавим в группировку. Их пропускная способность в два раза выше по сравнению с прошлым годом — от 88 терабит в секунду до 165. Наша самая большая цель с технической точки зрения — добиться средней задержки ниже 20 миллисекунд. Это очень важно для качественного пользования интернетом. И если вы играете в видеоигры, как я иногда, а то так и проиграть можно. На самом деле это очень сложная задача. Мы находимся на низкой околоземной орбите, и скорость света... Смотрите, скорость света составляет 300 километров в миллисекунду. Если мы находимся в 550 километрах, считайте, что это примерно 2 миллисекунды вверх, 2 вниз. Вверх, вниз, дважды — это ограничение по скорости света в 8 миллисекунд. Почти все остальное мы можем решить, но мы не можем двигаться быстрее скорости света. Пока. Хотя, скорее, никогда. Но в остальном, я думаю, мы сможем опуститься ниже 10 миллисекунд. Тогда мы будем работать лучше, чем наземный интернет в большинстве случаев. Что, собственно, и является нашей целью. Да, вы отлично поработали. Мы также запустили в производство двигатели на эффекте Холла, которые очень дешевы и используют Аргон, а его много. Мы перешли от использования Криптона, который не так уж и редок, то есть если бы Супермен сюда прилетел, у него были бы проблемки. Криптон — это благородный газ, и он умеренно редкий, но мы бы использовали огромный процент запасов Криптона, если бы мы использовали его со спутниками второго поколения, поэтому мы перешли на Аргон. Аргон на самом деле чрезвычайно распространен. Более того, прямо сейчас вы вдыхаете примерно один процент Аргона, так что его очень много. Кажется, это первый серьезный двигатель на эффекте Холла, использующий Аргон, и, безусловно, самый экономичный и энергоэффективный. Все благодаря отличной работе команды Starlink над этим двигателем. У нас и других обновлений много, например, лазеры. Мы отправляем как минимум в тысячу, а может и в десять тысяч раз больше данных по лазерной связи в космосе, чем любая другая система до этого. Полагаю, скоро разрыв будет в миллион раз, если не больше. Речь про лазерную связь между спутниками Starlink. У нас девять тысяч активных лазеров. Это смутно напоминает мне доктора Зло. Лазеры из космоса. Вообще, я как-то уже шутил на этот счет. У Dragon есть лидар, лазер для стыковки с МКС, получается у нас драконы с лазерами. Ну, это лучше, чем акулы с лазерами. Каждый лазерный канал способен передавать 100 гигабит в секунду, и мы стремимся увеличить этот показатель. Смотрите, это анимация всех мест, где работает Starlink. Очевидно, что многое зависит от одобрения страны. Как только мы получаем разрешение на работу, вы увидите быстрое внедрение технологий. Надеюсь, мы получим одобрение большинства стран в этом году и сможем охватить почти весь мир. Некоторые страны, вероятно, вряд ли одобрят нашу систему, но мы думаем, что сможем покрыть большинство. Наша цель в этом году — сделать сервис доступным для более чем половины населения Земли. Это была бы просто фантастика. Но я хочу подчеркнуть, потому что мы выложим презентацию в интернет. Starlink — это только дополнение к наземному интернету, он не заменяет его. Он очень хорошо подходит для районов с низкой плотностью населения, но он не будет конкурентоспособным в густонаселенных городах. Тут речь про менее населенные места, то есть именно там, где это действительно необходимо. Он хорошо работает с другими интернет-провайдерами, вот что я хочу сказать. У нас также есть шлюзы сообщества. Мне сказали, что это город под названием Уналашка на Аляске. Забавно. Мы устанавливаем все больше шлюзов и по мере их установки задержки становится меньше. Мы начали поставлять оборудование нового поколения, четвертую версию пользовательского терминала. Он позволяет нам снизить стоимость Starlink. Позже, в этом году мы представим Starlink Mini, который помещается в рюкзак. Это будет очень круто для тех, кто хочет портативный терминал. Мы только что открыли фабрику Starlink в Техасе, всего в 20 минутах езды от Остина. Да, полагаю, некоторые из вас в этом участвовали. Конечно, нужно поаплодировать всем, кто связан с проектом Starlink, потому что уровень достижений там просто потрясающий. Давайте похлопаем. Да. Простите, трудно хлопать с этой штукой. Достижения Starlink действительно умопомрачительны. Система Starlink – это глюк в матрице. А еще мы совсем недавно запустили первые спутники с функцией сотовой связи и смогли отправлять смски прямо с телефона на спутник и обратно. Мы намеренно делали ошибки в словах. Я когда впервые это увидел, даже не поверил, что это правда. Оказалось, что да. Мы писали всякие шутки про доги Коин. Удивительно, что вы можете установить связь между телефоном в руке и спутником, который находится в сотнях километров от вас. Спутник может услышать крошечный сигнал, издаваемый вашим телефоном, который похож на такой слабый шепот, что просто смешно. Но он действительно может как-то услышать этот слабый шепот и может общаться с телефоном. Я иногда думаю, это вообще физически возможно, но это возможно. Хочу подчеркнуть, что мы не конкурент сотовым операторам. Мы просто дополнение. Это будет очень полезно для удаленных регионов, где нет сотовой связи, или время от времени в пределах города, если там есть место, где нет связи. Там Старлинк сможет работать с телефонами. Там что-то порядка 7 мегабит в секунду в пределах одной клетки, она размером в сотни квадратных километров. Его достаточно, чтобы писать смски. Технически можно даже по видео созвониться, если в этой зоне вы один или там всего несколько человек. Например, если вы находитесь в середине Тихого океана. Это будет очень полезно и, я думаю, спасет жизни людей. Скажем, кто-то отправился в поход в отдаленный регион и заблудился. Их телефон будет работать, и это может спасти много жизней, что очень здорово. Мы объявили о семи партнерствах. T-Mobile в США, Rogers в Канаде, Optus в Австралии, One в Новой Зеландии, Salt в Швейцарии, KDDI в Японии и Entel в Чили и Перу. В этом году мы объявим о еще нескольких партнерствах. Опять же, мы сотрудничаем с телекоммуникационными компаниями. Я повторяюсь, потому что не хочу, чтобы они на нас обижались. Мы хотим поддерживать их. И, конечно... Тут медленно... В тот первый запуск Starship довольно долго пытался взлететь с площадки. Подождем... Когда он взлетел, я правда не мог поверить, что это произошло. Вот такая была реакция. Продолжение следует... Продолжение следует... Поразительно, что в прошлом году мы совершили два запуска. Я с самого начала был очень вовлечен в программу Starship и вообще жил здесь. Это мое основное место жительства уже три года. Раньше тут был просто пляж. А теперь здесь передовой ракетный завод и гигантская стартовая площадка, и у нас там целая куча ракет. Но я все еще поражен, что мы собрали ракету и она взлетела. Вау. У Starship более чем в два раза больше тяги, чем у Сатурна 5. Это, безусловно, самый большой летающий объект в истории. С некоторыми изменениями у него будет больше девяти тысяч тонн тяги. У Сатурна 5 меньше трех с половиной тысяч. В итоге тяга будет в три раза больше, чем у Сатурна 5. И он будет много летать, он должен много летать. В итоге он будет летать несколько раз в день из разных точек Земли. Я думаю, есть большая вероятность, что он будет летать между точками на Земле. Потому что самый быстрый способ добраться из одного места на Земле в другое – это межконтинентальная баллистическая ракета. Нужно только не забыть убрать ядерную боеголовку и добавить возможность посадки на Землю. В общем, это самый быстрый способ куда-то добраться. Между первым и вторым запуском мы провели ряд масштабных модернизаций. Плюс модернизация пускового стола. У нас свой собственный маленький Ниагарский водопад. Давление воды такое сильное, что если бы она была направлена вверх, то разрушила бы ракету. Такое тут давление. И не зря. На самом деле, первое, что я сделал после второго запуска, пошел проверять стартовую площадку. Потому что после первого запуска мы вырыли довольно большую яму. И, честно говоря, она выглядела так, будто не было никаких повреждений и можно снова совершать запуск. Прекрасная работа команды, значительное улучшение стартовой площадки. В одночасье. Люди постоянно все сравнивают со статуей свободы. Статуя свободы не такая уж и большая. Я был давным-давно, поднимался наверх по крошечной лестнице. Так или иначе, это большая ракета, и со временем она станет еще больше. Да. Не знаю, смотрели ли вы Годзилла против Конга. Это один из самых бредовых фильмов, которые я когда-либо видел, но он довольно развлекательный в своем безумии. И самое удивительное, что наша башня больше, чем Годзилла. А она будет делать практически то же самое, с руками, ловить ракету. Я говорю людям, мы собираемся поймать самый большой летающий объект в истории с помощью гигантских механических рук. Мне говорят, такого просто не может быть. Может и ноги добавим? Сделаем ей ноги, пусть ходит, прикольно будет. А еще мы собираемся построить вторую башню. Мы действительно собираемся совершать много запусков. Плюс мы будем модернизировать одну башню, пока делаем запуски с другой, так что нам нужны две башни. Между первым и вторым полетом было так много обновлений, что потребуется несколько часов, чтобы рассказать про все. Из самых больших изменений – переход с гидравлического на электрический привод двигателей. Это позволило сэкономить массу и упростить систему. Электрический привод – просто одно из самых больших обновлений. Мы также значительно модернизировали тепловой щит. Сами двигатели были значительно модернизированы. Буквально каждая часть ракеты. Между первым и вторым полетом были тысячи обновлений, огромные улучшения. И, конечно, было множество улучшений между вторым и третьим полетом. У нас есть целый план развития, чтобы в конечном итоге прийти к полностью многоразовой ракете, которая будет доставлять более двухсот тонн на орбиту на регулярной основе. Да. Горячая расстыковка. Мы изменили схему расстыковки на горячую за 3-4 месяца, может даже меньше. Раньше расстыковка, по сути, проводилась без ничего, а теперь у верхней ступени включаются двигатели, пока двигатели первые все еще работают. Не взорвать корабль при этом – большое достижение. И это сработало. Я был поражен. Давайте посмотрим на полет номер два. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что, по иронии судьбы, если бы она была, мы бы достигли орбиты. Поэтому я думаю, что у нас есть хорошие шансы достичь орбиты в третьем полете, а затем быстро достичь полной многоразовости. Умопомрачительно, что есть реальный путь, по которому мы идем, чтобы сделать жизнь мультипланетной. Вы вообще можете в это поверить? Что? Нам просто нужно успеть до того, как цивилизации придет конец, но я думаю, что все получится. Прямо тут. Что для этого нужно? Необходимо ускорить производство и тестирование. Выйти на высокий темп. В любой разработке технологий важно количество итераций и промежуток времени между каждой итерацией. Каждый раз, когда мы совершаем запуск или тест, мы узнаем что-то новое. Так что мы увеличиваем темп запусков и тестирования. Всегда лучше пожертвовать аппаратным обеспечением, чем жертвовать временем. Время — это единственная настоящая валюта. А это самый быстрый путь к быстрой многоразовой надежной ракете. У нас есть вторая версия корабля. Он будет более надежным и более выносливым. У нас есть дизайн третьей версии корабля, который будет еще выше. В конечном счете он будет высотой около 140 метров, может быть, 150. То есть даже выше, чем сейчас. В первом запуске нашей целью было не взорвать стартовую площадку и в идеале отлететь на какое-то расстояние. У нас получилось. Во втором запуске целью было преодолеть этап расстыковки. Мы достигли этой цели и почти достигли орбиты. С третьим запуском мы хотим добраться на орбиту, выполнить повторное включение раптора в космосе и доказать, что мы можем надежно сойти с орбиты. Мы также хотим провести демонстрацию внутренней передачи топлива. Это важно для программы NASA Artemida. Мы также хотим продемонстрировать испытания люка полезной нагрузки для вывода Старлинка в второй версии, не менее, хотя технически это, наверное, третья версия. В общем, гигантских спутников на орбиту. Как я уже сказал, со временем Старшип сможет выводить миллионы тонн полезной нагрузки на орбиту. Разница по сравнению с нынешним выводом грузов на орбиту будет больше, чем в тысячу раз. Мы будем выводить в тысячу раз больше массы на орбиту, чем сейчас. В конечном счете будет вот так. Ну, должно быть так. Мы также хотим продемонстрировать дозаправку на орбите. Это очень важно для программы NASA Artemida. Мы очень гордимся тем, что являемся частью этой программы, и я невероятно благодарен NASA за их поддержку и за то, что они доверили нам доставлять астронавтов на орбиту, доставлять грузы на МКС и... быть неотъемлемой частью возвращения астронавтов на Луну. Другой вопрос, который мне часто задают, действительно ли мы побывали на Луне. Много кто спрашивал, и я отвечал, что да, мы летали на Луну, и не один раз. Но самое интересное, что прошло уже более полувека с тех пор, как мы в последний раз летали на Луну. Знаете, полагаю, именно это побуждает людей сомневаться, типа, как же так, что мы не можем отправиться на Луну сейчас? Прошло 66 лет с первого управляемого полета братьев Рейд в 1903 году до высадки на Луну в 1969. Всего 66 лет. И при этом 50 лет прошло с тех пор, как мы в последний раз были на Луне. Но теперь мы собираемся туда вернуться, и скоро. И это не все. Мне кажется, следующий шаг – это постройка базы на Луне. Лунная база Альфа. Сделаем фантастику реальной. Это больше не фантастика. Но для того, чтобы высадиться на Луну, нужно решить одну из технических проблем – орбитальную дозаправку, когда Старшипы стыкуются на орбите и перекачивают топливо. Мы очень хорошо освоили стыковку, потому что Дрэгон стыкуется с МКС. А на самом деле это сложнее, чем стыковка с нашим собственным кораблем. У нас много опыта в стыковке, так что я уверен, что мы решим эту проблему. В идеале мы хотим решить ее к концу этого года, но, возможно, к следующему году. Это очень важная часть. Это одна из фундаментальных технологий, которая необходима для того, чтобы построить город на Марсе и лунную базу. Мы также будем запускать очень большие спутники. Смотрите, самый большой в мире диспенсер. Мы надеемся сделать это к концу текущего года. Еще о системе посадки человека НАСА. Как я уже сказал, мы чрезвычайно благодарны НАСА за то, что они доверили нам фундаментальную часть программы Артемида. Мы хотим проделать для них отличную работу. Мы действительно являемся очень важной частью программы, так что если мы не добьемся успеха... А мы добьемся... Но для того, чтобы программа Артемида стала успешной, мы должны преуспеть со Старшипом. Но мы хотим намного превзойти то, что НАСА попросило нас сделать. Мы хотим выйти далеко за рамки требований НАСА и иметь возможность отправлять достаточно полезные нагрузки на Луну с такой частотой, чтобы у нас действительно была постоянно обитаемая лунная база. Это следующий большой рубеж после Аполлона — построить лунную базу. Я помню, как давным-давно смотрел дурацкое научно-фантастическое шоу под названием «Лунная база Альфа». Не знаю, видел ли его кто-нибудь там. Луна удаляется от Земли. Но такого не произойдет. В общем, было классное шоу «Лунная база Альфа». Но нам нужна настоящая лунная база Альфа, и мы ее сделаем. Это... это долгосрочная цель. Мы хотим, чтобы выглядел Марс вот так. Старшипы прилетают и улетают. Невероятно красивый город на Марсе и процветающая цивилизация на Марсе. И в конце концов мы сможем превратить Марс в землеподобную планету с помощью терраформирования. Его просто нужно нагреть, и он станет похож на Землю. Мы сможем привести жизнь с Земли, распространить жизнь с Земли на Марс. Люди должны там быть. Дельфины же этого не сделают. Но мы можем взять с собой всех существ и обеспечить продолжение земной жизни на Марсе даже после того, как Земля станет непригодной для жизни в далеком будущем. Дельфины.